Безупречное владение техникой пилотирования и элементарную ловкость продемонстрировали участники Чемпионата России по вертолетному спорту. Эти зрелищные соревнования прошли уже 56-й раз. В этом году их принимала Тверская земля, а именно один из аэродромов под Конаковым. Видеоматериал нам предоставили коллеги из программы Flight TV. В первый день участников ждали три упражнения. Развозка грузов, слалом и полет на точность. Все они имеют прикладное значение. В частности, для отрабатывания поисково-спасательных навыков. То есть, чтобы вертолетчики могли как можно быстрее доставить пострадавшим воду, медикаменты и продукты. Ну а на соревнованиях важно все это сделать с минимальными касаниями бочки и проходами ворот. Всего за 45 секунд. А вот в эти 45 секунд очень, так сказать, трудно поместиться. И поэтому тут уже разводят вот эти штрафы. Это очень хорошее, так сказать, наше изменение. Даже я бы еще изменил на 5 секунд меньше, поставил разводку, но уже выполнить за 40 секунд. В этом году в лимит времени в упражнения разводка грузов уложились только Юрий Яблоков и Константин Подойницын. Задача дисциплины слалом – взять ведро, наполнить его водой и пронести через 6 ворот, а затем аккуратно поставить в центр стола, не пролив воду и уложившись при этом в 135 секунд. Судьи считают каждый миллиметр отклонения и буквально каждую пролитую каплю. В этом году набрать слалом 300 очков не смогла ни одна команда. Вполне возможно, все дело в недостатке тренировок, количество которых пришлось сократить из-за коронавируса. Погода, она сегодня никак не сказалась, скажем так. Условия аэродрома, они тоже практически идеальные, но тем более, что для всех они одинаковые. А вот, ну, может быть, в подготовке, может быть, просто человеческий фактор. По итогам всех упражнений первое место завоевали Максим Сотников и Олег Пуаджукас. Отстав от них на 5 очков, прошлогодние абсолютные чемпионы Юрий Яблоков и Константин Подойницын в этом году стали вторыми. В целом же можно сказать, что разница в баллах между экипажами, занявшими первое и пятое места, менее 1%. То есть все участники чемпионата России по вертолетному спорту летают приблизительно на одном, причем довольно высоком уровне.